Теперь уже официально, после того, как министр финансов США Джанет Йеллен получила рекомендации от FDIC и ФРС США, была утверждена программа по спасению банков на сумму 25 миллиардов долларов. В первую очередь это касается, конечно же, Силикон Велли Банка. Авансы ФРС США могут быть запрошены в рамках этой программы, по крайней мере, до 11 марта 2024 года. И фактически эти авансы являются кредитами на срок до одного года. При этом они предоставляются только под залог, например, под казначейские облигации США или ценные бумаги. Простыми словами, все банки, которые будут пользоваться этой программой помощи, должны будут вернуть эти деньги, иначе они будут объявлены банкротами. Если такой банк будет выкуплен другим банком, другой банк должен будет выплатить все, что покупаемый банк должен ФРС США в рамках этой программы. Решение о создании такой программы помощи было принято после консультации Минфина, ФРС, FDIC и Джо Байдена. Даже президент США включился в работу. Правительство сегодня закрыло еще один банк, уже третий за последние полторы недели. После коллапса Силвергейт и СВБ рухнул также и Нью-Йоркский Сигнача Бэнк. Это немаленький банк с активами на сумму 110 миллиардов долларов. И если мы посмотрим на эту диаграмму, то заметим, что коллапс Сигнача Бэнк стал третьим в истории США. Удивительная неделя, не так ли? Сразу два крупнейших краха в истории США. Силикон Вэлли Бэнк и Сигнача Бэнк. Второе и третье место, соответственно. Неудивительно, что ФРС США, испугавшись сценария 2008-го, бросилась помогать банкам, даже наплевав на свою политику борьбы с инфляцией, которую она проводила последние 15 месяцев. Некоторые криптокомпании уже заявили, что у них были резервы в Сигначе Бэнк. Например, криптобиржа Coinbase, криптокомпания Celsius и, наконец, Paxos, тот самый, который выпускал монеты Binance USD. Что касается сумм, у всех это приблизительно четверть миллиарда долларов. На этом фоне генеральный директор Binance почему-то анонсировал следующее действие биржи. Учитывая изменения обстоятельств, связанных со стейблкоинами и банками, Binance конвертирует оставшуюся часть средств и своего фонда восстановления в Bitcoin, Binance Coin и Ethereum. Речь идет о конвертации 1 миллиарда долларов из стейблкоина Binance USD в Bitcoin, Ethereum и BNB. Интересная такая формулировка выбрана. То есть он говорит, что они покупают Bitcoin, Ethereum и BNB на 1 миллиард долларов. По факту это выглядит как продажа Binance USD на 1 миллиард долларов. Из-за рисков, которые теперь представляют банки для стейблкоинов, в том числе и для Binance USD. Тезер USDT уже сообщил о том, что никаких финансовых отношений Signature Bank не имел. Давай прочтем открытое совместное письмо Минфина США, ФРС США и FDAC, которые они публиковали на сайте Федеральной резервной системы. Сегодня мы предпринимаем решительные действия для защиты экономики США путем укрепления общественного доверия к нашей банковской системе. Эти действия укрепят способность банковской системы защищать депозиты и обеспечивать постоянное предоставление денег и кредитов экономике. Иными словами, все депозиты рухнувшего банка Silicon Valley Bank в настоящее время застрахованы и защищены правительством США. А значит ни один клиент не будет, как это говорится, пострижен. На этот шаг правительство решилось, чтобы предотвратить каскадный коллапс банков по всей стране. Кроме этого, они заверили, что налоги или финансирование с помощью налогоплательщиков не используется. Что еще интересно, что еще вчера Министерство финансов США говорило, что оно исключает финансовую помощь СВБ. Но уже сегодня говорит о том, что вот 25 миллиардов долларов, вот программа помощи. О чем это говорит? Да о том, что они знали, чем это может закончиться, если правительство не вмешается. Это могло закончиться финансовым кризисом. Криптоаналитик уверен, что несмотря на то, что политика ФРС США последние полтора года направлена на повышение ставок и сокращение баланса ради борьбы с рекордной инфляцией, ради спасения от финансового и банковского кризисов, ФРС включает печатный станок ровно на 25 миллиардов долларов. ФРС бежит на помощь банкам, включая принтер. Итак, получив рекомендацию от Советов директоров FDIC и Федеральной резервной системы и проконсультировавшись с президентом США Джо Байденом, министр финансов Джанет Йеллен утвердила действия, которые позволяют FDIC завершить свое решение в отношении Silicon Valley Bank, чтобы полностью защитить абсолютно всех вкладчиков. Вкладчики SVB банка получат доступ к своим депозитам с 13 марта этого года, то есть уже сегодня. При этом ФРС обещает, что никаких потерь вкладчики не потерпят. На самом деле это большое исключение с правил, которое, наверное, мы не видели даже в 2008 году. ФРС США действительно очень сильно испугались, если делают такое, но дальше еще больше. Мы также объявляем об аналогичном исключении в отношении Signature Bank, который сегодня был закрыт уполномоченным органом штата Нью-Йорк. Все вкладчики этого банка также получат доступ к своим депозитам в полном объеме. Как и в случае с решением Silicon Valley Bank, налогоплательщик не несет никаких убытков. Однако это не касается, например, держателей акций или незащищенных долгов этих банков. Наконец, Совет Федеральной Резервной Системы объявляет, что предоставит дополнительное финансирование соответствующим депозитным учреждениям, чтобы помочь банкам удовлетворить потребности всех своих вкладчиков. И заканчивают они свое письмо следующими словами. Банковская система США остается устойчивой и имеет прочную основу. В значительной степени благодаря реформам, проведенным после финансового кризиса 2008 года, которые обеспечили более надежную защиту банковской отрасли. Эти реформы в сочетании с сегодняшними действиями демонстрируют нашу приверженность принятию необходимых мер для обеспечения сохранности сбережений вкладчиков. Это очень похоже на времена коронавируса. Давай рассмотрим один очень похожий пример. Но прежде всего, ссылка в описании, друзья. Там два моих телеграмма, подписывайтесь. Всегда вся актуальная информация выходит там практически сразу же. На ютубе же она появляется спустя несколько часов, потому что производство видео занимает много времени. Давай вернемся в прошлое. Во время пандемии звучало множество предупреждений о том, что множество людей могут обанкротиться и перестать платить по своим кредитам. Что очень плохо для банков, которые из-за этого теряют деньги. Что же сделала ФРС США тогда? Они заявили о том, что обеспечат все кредиты. Например, кредиты на автомобили или кредитные карты или ипотеки. Другими словами, ФРС США заверили банки, что не стоит переживать. Банки не потеряют ни копейки по этим потребительским кредитам. Поэтому продолжайте кредитовать людей. Вот что они сказали. Потому что если банки прекратили бы это делать во время коронавирусного локдауна, экономика бы закрылась окончательно. Тогда ФРС США напечатали ради этих целей 100 миллиардов долларов. Что произошло сегодня? ФРС открывает программу спасения банков на 25 миллиардов долларов. Почему именно такая сумма? Потому что, хоть мы и не знаем точно, какие убытки понес СВБ, но косвенно можем прикинуть, что это около 20 миллиардов долларов. Теперь поговорим, откуда возьмутся эти 25 миллиардов долларов и как выглядит план спасения на практике. Во-первых, не забывай, что с марта 2022 года ФРС США занимается количественным ужесточением. То есть сокращением своего баланса активов. Темпы сокращения сейчас составляют около 90 миллиардов долларов в месяц. То есть каждый месяц они убирают из системы 90 миллиардов долларов. Программа спасения банков на 25 миллиардов долларов явно сюда не вписывается. Это программа фактически как открытие новой кассы в отделении банка. Только кассы со скидкой. Эта касса со скидкой нужна другим банкам для того, чтобы они приходили в ФРС США. Подходили к этой кассе и говорили, слушай, ФРС, у меня тут коммерческие долгосрочные облигации, доценные бумаги всякие. А тут куча клиентов хотят свои деньги, у меня нет кэша, я не могу их отдать. А если я продам свои активы, то получу большие убытки, потому что вы, ФРС, очень быстро увеличили процентные ставки. ФРС США в ответ, вот вам новая касса со скидкой, подходите, пожалуйста, мы одолжим вам 25 миллиардов долларов, скажем 15 миллиардов для СВБ и 10 для Signature Bank. Также ФРС скажет, технически все депозиты выше 250 тысяч долларов не застрахованы FDIC. Но мы не хотим провоцировать финансовый кризис, мы просто хотим избавиться от рекорда инфляции. Поэтому мы закроем эти два банка и создадим фонд спасения. Мы дадим тебе 25 миллиардов долларов, а взамен мы хотим твои активы на 25 миллиардов долларов. Другими словами, ФРС США просто будет держать токсичные активы банков на сумму 25 миллиардов долларов, а банкам даст 25 миллиардов долларов кэша, чтобы они могли вернуть их клиентам. Таким образом, никто не будет пострижен. Это, конечно же, очень круто, но это создает моральный ущерб, а также прецедент, которого раньше мы не видели. Это приведет к еще большей банковской нестабильности, нестабильности в банковской системе, еще большим убыткам в будущем и к росту инфляции за печати денег для оплаты программы помощи, пишет Питер Шиф. Фактически, ФРС США дает зеленый свет всем американским банкам перейти на стратегию управления рисками, которая называется YOLO или же живем один раз. В любом случае, ФРС США спасет. Какая разница? ФРС США буквально говорит сегодня, можете рисковать как угодно, можете забить на все стратегии управления риска, мы покроем все убытки. Напечатаем еще 25 миллиардов долларов. Хотя, конечно, 25 миллиардов долларов может быть и недостаточно, а значит, эта цифра впоследствии вырастет еще больше, особенно если еще больше банков закроется. Если отталкиваться от этого графика, банковская паника еще далеко не закончена. Мы видим здесь сильные оттоки депозитов из банков США, которых мы не видели 42 года, по крайней мере, таких масштабов. Судя по тому, что мы видели рост золота и биткоина в последние 15 часов, видимо, часть инвесторов переводит выведенные депозиты в золото и цифровое золото. Вот тебе и биткоин-бункер, о котором мы говорили вчера. Люди действительно начинают видеть в биткоине бункер, в котором можно переждать банковскую панику и атаку против стейблкоинов тоже. Ну а теперь я хочу поговорить о том, как эти события повлияли на прогнозы роста процентной ставки уже 22 марта этого года. Goldman Sachs пишет, учитывая напряжение в банковской системе, мы больше не ожидаем, что ФРС повысит процентные ставки на заседании 22 марта. То есть этот банк ожидает, что повышения ставки не будет вообще. Попахивает разворотом политики ФРС, не так ли? Но все на самом деле зависит от вторника, завтрашнего дня, когда выйдет обновление по CPI, индексу потребительских цен за февраль. Что касается пиковой ставки, трейдеры делают ставку на то, что крах банков Silicon Valley Bank, Silvergate и Signature Bank подтолкнет ФРС к существенному замедлению повышения ставок. Теперь они оценивают пиковую ставку ФРС на уровне 5,1%. А еще в прошлый четверг прогноз был 5,7%. Большое падение. На этом все, меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было интересным, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим о самых главных событиях в мире криптовалюты и экономике. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok